Я – да. Тогда приятная встреча наша будет. Мы пришли сюда по повелению Господа Бога нашего. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Вы всю Библию знаете, я уверен. Я 58 лет с ней иду. Ну, я сразу понял, что вы Библию от корки до корки. Ну, не только Библию. Если тут мусульмане, я им показываю эту книгу. И дальше объясняю каждую суру и айят в сравнении с Библией. Они её не знают. Вы Коран знаете, да? Обязательно. Я его знаю. У меня вышло 38 томов книг. И один посвящен этой книге. Вы известный писатель какой-то? Писатель, историк, проповедник, миссионер. А что проповедуете? Христа Распятого и Воскресшего. Религию? Ну, как? Религию не проповедую. Я отвечаю студентам на все вопросы. Занятия в пяти университетах одновременно. Три радиопрограммы по ГТРК и по ледведению. В семи отделах милиции. Вы легенда. Таких мало сейчас. Фильмы сняли о нас. Заняли первое место на международном киноконкурсе. И второй фильм о моей биографии. Первое место в России. Игнатий Лапкин. Я очень рад знаком. Вы, если зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин, вы сразу выйдете на меня. Я один с этой фамилией. А если сейчас откроете канал, во свете Библии, Игнатий Лапкин, это мой канал. Ему равных нет в интернете. На ютубе? На ютубе. Даже наполовину величины моего канала нету в мире ни у кого. У меня моих только... Моих роликов только 20 тысяч 500. Это много. Мы строим православную деревню с нуля. Уникальнейшая. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Алтайский край. Извините, пожалуйста, звонят мне. Женщина моя любимая. Да, любимая моя, женщина. Девочка. Ну, это нормально. Что, выходим или что? Или еще нет? О душе, о вечности, о спасении, о будущем. Получите ответ на вопросы ваши. Да, у меня был вопрос. Я когда в церкви крестился, я не прошел, как это правильно говорится. Мы не сами от себя отвечать только будем, а то, что нам говорит Господь Бог через слово свое. И мы проповедуем не религию, а Христа распятого воскресшего. Мне сказали, что нужно прийти к причащению, или как это правильно сказать? Как это говорится? Когда я крестился. Так, повторю. Я его не прошел. Кого? Бога не нашли? Нет. Я когда крестили меня... Да. Мне сказали, чтобы я потом сходил в церковь, и на причащение, или как это называется. Ага. Это плохо? Плохо, конечно. Хуже того, если вы живете не по-христиански. А это как? Я так и христиански не верю. По заповеди Божьей. Вот перед Рождеством был рождественский пост. Вы его соблюдали? Нет, конечно. Нет. Поэтому какой вы христианин? Вы благовествуйте другим о Христе? В смысле? Вы даже не знаете слова это. Вот по порядку. Если вы женаты, с одной ли живете, или у вас побочная есть женщина? Это уже называется блудодеяние. Это никак не идет. Нет, с одной, с одной, с одной. Хорошо. А вы с ней венчаные в храме? Нет. А она блудница, и вы блудник. Два блудника сошлись. Какой же вы христианин? Теперь курите? Да. Вы самоубийца. Какой же вы христианин? 12 лет жизни у вас табака отнимет. 10 лет будете туберкулезом плевать. По порядку будем говорить. Теперь вы бороду бреете. Как видите. Это щетина одна. Борода должна быть мужская. Это твоя сила, власть, послушание Богу. Бороды нету. То есть вы никакой. Язычник. Зачем тогда я вообще крестился? А ни зачем. Не надо было это делать. Ни зачем. Сначала надо уверовать. Жить по-христиански. Вот я веду занятия, допустим, в пяти университетах. И всегда объявляю. Мы готовим людей к окрещению. И люди подают заявление в песенном виде. Мы православные. И у нас подготовка идет от трех до пяти лет. Пятьсот академических часов занятий. И тогда еще будет комиссия с десяти человек решать. Допустить его до крещения или не допустить. Ладно. Можно к вам вопрос задам? Можно. И без ругания. Только без ругания. Нет, я матами не ругаюсь. Ну, слава Богу. Почему? Почему? Вот. Служенники Божьи, как вы говорите, да? Зарабатывают намного больше, чем другие люди. Ну, я... И меняют машины. Обожите. Позвольте судить. За что вы такие завистливые-то? Я знаю, получается... Это не зависть, просто... А что? Ну, как это называется? Просят пожертвования. Ну, вы не знаете. Вы не знаете. Они умерли, те люди нету. Вы-то остались тот же самый. У патриарха яхта, самолет. А у меня велосипед ржавый, две голубятни. Мальчики стали хвалиться. У кого какой? Папа где работает? А у одного ничего нет. Он говорит, а у нас солнышко утром рано в окно светит. Вот и все. Ну, может быть, вы и правы, конечно. Да, поэтому никогда не завидуйте. Вот моя биография, она не вписывается в тот ряд, который вы говорите. Я строитель, техникум кончил, прорабом работал. А когда уверовал, меня везде выгнали. Я мог работать только сторожем вне ведомственной охраны того района, где милиция находится моя. И что, минимальная пенсия. Вот еще два месяца назад у меня пенсия была за 35 лет трудового стажа. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Я не ропщу. Голодный ни разу не был. А почему? Я на велосипед беру инструмент, еду в частный район, да, глина лежит. Хозяева, вам печку делать? Да, печника ищем. Я печник, я 40 лет печи делал. У меня все время выработка 280-300 процентов. У меня деньги, я обедаю там, друзей завожу. Почему не работать? В поте лица. И ни разу не возраптал. А рядом там начальник живет, пузан такой выходит. Проходит время, его нет. А мне 81 год, я еще ни одной таблетки не съел. Я с утра до вечера потный. У меня пот стекает даже в сапоги. Надо жить интересно, красиво, радостно. Вот вы зайдите на мой канал. Ютуб называется. В Ютубе канал «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Ему равных нет в интернете. Как, как, Игнатий? «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Это я. А зарядите. Даже половина моего канала нет у людей. У меня 20 500 роликов моих. Вы вообразите, что это такое? Роликов. Откуда вы вообще в интернете? Откуда? Потому что моя жизнь такая. У меня вышло из печати 38 томов книг. Я их решил подарить библиотеке мира. И мы проехали на газели до Владивостока, с Барнаула. Потом до Лиссабона, Атлантический океан. Скандинавия, Прибалтика. 650 городов. И сделали подарок на 35 миллионов рублей. Все снимали. Сколько роликов? Я отвечаю студентам 4124 вопроса. И каждый ролик. 50 книг насчитал моим голосом. Это моя жизнь. Я говорю, показываю веру. Благодать Божию. Это не я сделал. Это невозможно. У меня последние книги. 4 тома книг моих. По 800 страниц. Каждая. Все, что вы видите, на все написано. И эпиграф взят из Библии. Нету такого нигде больше в мире. А почему? Бог благословил и дает. А у меня нет никакого гуманитарного образования, не религиозного. Я самостоятельно занимаюсь, учусь и работаю всю жизнь. Заработал 3 грыжи на позвоночнике. Это зачем вообще верить в Бога? Для Бога. Впереди радостная встреча. Смерти нет. Есть только переход. Пословица говорит. Рад бы в рай, да грехи не пускают. А наши грехи Христос умер за нас. Взял на себя. Я прошу Господи. Освободи меня от грехов. Омой меня кровью Твоей причистую. И Господь благословляет. Знаете, как радостно. Вот откройте. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Посмотрите. Давайте. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Библия, Библия. Ее свет падает. Библия. Вот. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Два слова добавьте. И откроется наш канал. сколько подписчиков да это мой канал я хозяин его нет побольше маленькая вы ошиблись 45100 а общий просмотр сорок пять миллионов 800 тысяч вот какое если вы тут будете на нашем канале вам больше не потребуется ничего здесь все есть и при том скайпе если скайпе если зайдете игнатий лапкин вы на меня выйдете в скайпе можем беседовать вас как звать то никак и геннадий да так минуточку что-то маленькие посмотреть надо чтобы не ошибиться а б в г геннадий о латинское имя благородный да ну все же ошибся что ли ну ка еще раз гляну г а в в г г геннадий благородный ну еще неправильно то все правильно благородный вот отвечает ему имени нигде не ступайся с блудными женщинами не знайся живи для бога чисто красиво тоже кому как это правильно сказать какой путь можно сказать кто-то блудный путь у кого-то не вы знаете возвышенная цель возвышает и человека для бога жить надо тогда ты будешь видеть нуждающихся тебе нужны будут деньги чтобы помочь людям бесплатно вот представь себе 31 тысяча сел исчезли в российской федерации мы получили землю официально статус и строим православную деревню нельзя лгать пить курить материться и воровать тогда мы первый разговор ведем с поселенцем ни одного аборта ни одного развода это чего то стоит а мне господь позволил создать детский лагерь я начальник его фактически 48 лет тысячи детей подняли без помощи государства ни рубля пускай каждый это делает это не я дело это бог делает через меня бог благодатью своею вот мой хороший какой геннадий поэтому если вы хотите больше узнать то есть еще сайт через google зайти сайт тоже во свете библии гнать и лапкин там вы все мои книги найдете 38 бумажном варианте и 7 в интернетной версии каждая книга 752 страницы вам будет все интересно и вы меня найдете скайпе игнать и лапкин задавать вопросы вот так дорогой какие вопросы есть у меня уже все рассказали ничего не себе у меня там я отвечаю на это объяснение то что я уже грешник и смысл вы верьте в бога сходите в храм на исповедь к священнику православная церковь никуда больше не ходи православная церковь я православную конечно вот так а то сейчас много разных сектантов перетеков так бороду не трожь бритву выбрось вот не будь подкаблучник жена жена не должна тебе слово поперек сказать она может только сказать аминь больше ничего ты чтобы она знала что ты ее не бросишь скажи это борода это моя власть над тобою у тебя нет бороды ты без власти а у меня есть кстати это сразу нужно запомнить обязательно вот у меня есть там у меня есть такой ролик я ложусь спать и в это время меня будет там один и говорит а что такое подкаблучник я ему отвечаю так там завалили там у меня есть один ролик мы обедаем больше миллиона посетителей просмотров у нас пища другая вы посмотрели бы как у нас девушки женщины одеваются два платка под булавку более красивый женщин кажется нигде нет как наша кто бы не был приехали в гости американцы увидели а у пожилые седые муж женой какие у вас женщины красивые они не просто красивые они блистают божественной красотой они верные мужьям девушки дети все одеты одинаково как хиджап у них платья до полу и вы зайдете когда вы только зайдите когда посмотрите все скажете какое сокровище к вам пришло 28 января 2020 года в день вторник ну что геннадий если ничего больше нет я буду уходить хорошо до свидания храни вас господь и семейство ваше а женой если не венчана повенчайтесь храме чтобы не блудно жить хорошо так понимаете это же на всю жизнь если обличаться ну давайте с богом а вы перевод жены имя знаете как ее переводить нет ну тогда назовите как зовут я свечу валерия вали валерия вы знаете валерия это живой она живая вот так перевести можно живая живая и энергичная так вот так цене это а сегодня победное слово бы с богом а можете еще сказать одно давайте дочери вы екатерина екатерина понимаете вот не еще она сейчас я вам скажу это даже минуты не потребуется для этого екатерина тут женские мужские имена пока начнутся екатерина так что же у нас получается екатерина всегда чистая два слова всегда чистая запомни это а вот слово где ил ил встречается это бог означает с еврейского например михаил ил означает бог моя крепость а если буква ил впереди илья например называется нет никто как бог михаил а или я бог моя крепость наши имена в основном еврейские поменьше греческие еще меньше латинские а там бывают и разные норвежские сирийские и славянских имен не больше десяти владимир владислав давайте с богом с богом храни вас господь